итак дорогие друзья доброе утро доброе утро и сегодня мы продолжаем изучать перте вот снова мы продолжаем изучать партия вот я помню сейчас вспомнил фильм когда-то в детстве смотрел фильм путешествие робинзона круза назывался этот фильм путешествие робинзона круза как он попал на необитаемый остров и он себе там сделал такую жизнь как он привык на обитаемом острове да как он жил до этого и он себе помню сделал там велите на театр или театр и такое но он смотрел что сегодня показывает он сам сам себе говорил представляю что он как с тем-то разговаривает опять океан садился и смотрел на океан да он говорит виды не меняются очень смешной был фильм французский приключения робинзона круза хорошо дорогие друзья а у нас перте вот перте вот четвертая глава вчера кто-то задал вопрос вот на что о чем 4 глава я как бы это мое личное наблюдение что 1 глава это основы как бы основополагающие принципы по которым строится по которым строится тара до взгляд торрой на мир мировоззрение это первая глава вторая глава она посвящена выбором человека как делать правильный выбор в жизни как вот в этом мире ориентироваться вторая глава посвящена выбором и 3 глава посвящена была как спастись от греха 4 глава судя по первым двум мишнам я пока еще не сделал такого вывода но 4 глава она уже детально объясняет первые три то есть уже 4 глава это мудрецы поколения после разрушения храма у них было уже более такое детальное восприятие торы то есть дуни же тора накапливалась каждое поколение добавляла то есть каждое поколение она была ниже по духовному уровню чем предыдущие и в те поколения в которых не было уже пророков они уже тору не воспринимали вот так ярко как как те поколения которые были еще во времена пророчества Тут плюс еще, когда разрушился второй храм, значит, уже вот этот ретранслятор духовности, храм это было место, в котором были явные чудеса, в котором божественное присутствие было прямо явно видно каждому, кто туда заходил, ему сразу было понятно, что Бог есть. Это как сейчас, когда вот в Иерусалим приезжаешь, тебя накрывают духовностью, а когда был храм, это вообще было что-то невероятное, и поэтому уже после разрушения храма, 4 глава, все мудрецы, которые в ней упомянуты, это уже после разрушения храма, у них не было такого вот глобального взгляда, духовного такого проникновения в реальность, и они уже разъясняли, но у них был невероятно сильный интеллект. То есть, чем дальше Тора уходила от пророчества, тем более Тора оттачивала интеллектуальный подход, сопоставление, выведение, логика, вот этот потом пошел Вавилонский Талмуд, где просто невероятная логика и разбор каждого нюанса того, что получили от предыдущих поколений. И дальше Тора с каждым поколением, то есть, например, в нашем поколении, начиная с 1500 года нашей эры уже, да, это написание Шелхана Руха, Равьосов Каро, Аризаль, это уже идет поколение, называется Ахроним, последнее, то есть мы живем в последних поколениях уже 500 лет, а сейчас мы подошли уже к последним из последних поколений. Так что, так что, значит, все, четвертая глава, четвертая глава, вторая Мишна, первую Мишну нам сказал Бен Зома, а вторую сказал нам Бен Азай. То есть, это два мудреца, у которых их имя, звали их Шимон, и того и того звали Шимон Бен Зома и Шимон Бен Азай, но в Мишне их имя не упомянуто, чтобы подчеркнуть их статус учеников. То есть, они для себя выбрали статус только учить Тору, посвятить себя полностью, 100% изучению и даже не обучению Торы, то есть они не брали себе статус раввина, чтобы обучать Торе, а они были просто ученики, полностью преданные, они даже не женились. Они полностью хотели только-только быть, вот заниматься духовной работой, такие профессионалы служения Богу. Бен Зома и Бен Азай, вот такие это были два мудреца, великих которых, один из них погиб, зайдя в пардес, то есть четверо заходили в этот пардес, мы вчера об этом говорили, и Бен Азай, он умер, вот сегодня, которая Мишна, а Бен Зома, он сошел с ума. Все, значит, потому что они зашли туда, куда всего четверо заходили. Теперь, значит, что нам сказал Бен Азай? Бен Азай нам сказал, эта Мишна, она, кстати, тоже одна из основополагающих, дающих понимание, ну такое более тонкое понимание, детальное, да, но очень-очень серьезное. Значит, как мы знаем, как построено вообще все, все духовное развитие состоит из трех, в принципе, частей. Есть часть, которая называется заповеди, выполнение заповедей. Нер Митсва, каждое действие заповеданное, то есть Бог сказал, вот это делай, а это не делай. Есть заповеди, которые ты делай эти заповеди, именно не рассуждая о том, как одеть филин, а одевая филин. Не рассуждая о том, как дать сдаку, а давать сдаку, ты выполняешь заповедь. Так вот, первая часть Торы, это выполнение заповедей. И это как бы, ну, это, это, не знаю, что самое важное, наверное, самое важное, да. Но вторая часть Торы, это Тора, сама Тора, это знание Торы, да, ты не можешь выполнять заповеди, если ты не знаешь, как их выполнять. Ты не можешь выполнять заповеди, если ты не знаешь, кому ты служишь и кто такой Бог. То есть, знание Тора, это еще важнее, можно сказать, чем заповеди, но их тяжело разделить, потому что без знания нет действия. бездействие, бесполезное знание. Но есть часть действия, есть часть знания, есть третья часть, которая называется мусар. Мусар – это управление собой, это как психология Торы. В том направлении, в котором я рос и развивался, это называется мусар. Это как психология Торы, это нравственность, это управление собой, управление своими качествами. Есть хасидут, например, у хасидов это хасидут они изучают, То есть, там чуть по-другому, но смысл в том, что ты управляешь собой, то есть, ты изучаешь, как себя заставить делать заповеди и как себя заставить двигаться по Торе, а не по какой-то другой идеологии. Понятно, да? Теперь, вот это качество управления собой. Теперь говорит нам Бен Азай следующая вещь. Он нам говорит, То есть, он говорит, беги за легкой заповедью, как за тяжелой. Но мы это уже знали, что легкая заповедь, да, легкая заповедь, это нам сказал еще во второй главе, сказал Раби Уда Наси. Значит, он нам как сказал? Раби Уда Наси сказал нам так. Значит, Какой путь прямой, что выберет человек? Путь, который прекрасен для человека и прекрасен ему от людей. Дальше он нам сказал Он нам сказал Будь осторожен с легкой заповедью, как с тяжелой, что ты не знаешь награду за заповеди. То есть, ты не знаешь, за какую заповедь будет больше награда. Но здесь он сказал нам совсем по-другому, Бен Азай. Он сказал, что беди за заповедью и убегай от преступления. Вот это вот очень важный нюанс. Смотрите. За заповедью он нам сказал, ты должен бежать за легкой заповедью, как за тяжелой. И убегать от преступления. Смотрите, что получается. Получается, что заповедь-то от тебя убегает, а преступление-то, оно за тобой гонится. Что если человек останавливается, он начинает падать. Вот это вот интересная вещь. В духовном росте, в развитии, в спорте даже. То есть, если ты останавливаешь работу по своему развитию, то ты не останавливаешься на месте. Это закон ледяной горки. Ты тут же начинаешь сползать. То есть, если бы было все очень равновесно, то есть, было бы, так же легко было бы делать заповеди, как и преступления, то что бы люди выбирали? Конечно, заповеди. Не было бы свободы выбора. А так получается, или урок Торы, или Камеди Клаб. Ну, или Камеди Вумен. Что веселее послушать? Конечно, и проще. Там думать не надо. А-а-а-и. А тут я еще что-то услышу, что-то придется делать. И за заповедью надо бежать. То есть, надо прилагать усилия. От преступления надо убегать. Само преступление, оно за тобой гонится. И оно тебе, как бы, интересно, что у человека вот внутри сила воображения. И он, когда представляет себе преступление, оно у него очень легко представляется. Прям реально, прям картинки такие, так будет хорошо. Прям рекламные ролики. Все, что запрещено, оно или приятно. Не, есть такое. Как один какой-то английский писатель, он сказал, что все, что я люблю, все, что я люблю. Он говорит, или запрещено, или аморально, или ведет к ожирению. То есть, все, что такое вкусное, это, оно, ну, нельзя. Тора, это, так специально Бог сделал, чтобы стремились мы, ну, прям нам сказал Беназай. Авератс, ахарей митсва, беги за заповедью, и убегай от преступления. Теперь он дальше объясняет. Кимитсва, горерат митсва. Каждая заповедь, она ведет за собой заповедь. То есть, включается цепная реакция. Если ты делаешь заповеди, то ты к ним привыкаешь. Здесь есть еще один элемент, который нам открыл, природа человека, что человек автоматичен. Тяжело делать только первый раз. Когда ты делаешь первый раз, это тяжело. Второй раз легче, третий раз легче, четвертый легче, потом оп, и оно становится на автомат. Оно переходит на автоматический режим, и ты становишься запрограммированным. Вот это то, что нам открыл. В начале первый этап. Беги, стремись за заповедью, и убегай от преступления. То есть, ты должен знать, преступление за тобой гонится, за заповедью надо бежать. Дальше он тебе говорит, дальше будет легче, потому что заповедь, она вызывает следующую заповедь. Ты на автомате включаешься в выполнение заповеди. Но он тут же предупреждает, что овера преступления, оно вызывает преступление. То есть, идет тоже самая цепная реакция. Человек привыкает к курить, человек привыкает к бухать, человек привыкает к любому действию, которое он делает. Дальше он говорит удивительную вещь. Он говорит, награда за заповедь, заповедь, и сахар, оплата, там слово не награда, а сахар, оплата за заповедь, заповедь, и оплата за преступление, преступление. Вот тут надо с этим подробнее разобраться. Смотрите, что значит человек выполняет заповедь? Вот есть Бог, да, Бог создатель мира, и создатель мира, он создал мироздание, и он вошел в человека в виде души. То есть тот, кто создал все мироздание и мирозданием управляет, он же проявлен внутри человека в виде некого луча света, душа. Теперь тот, кто создал мир, мы не будем отрицать, что этот мир он создал очень структурированным. Есть планеты, звезды, весна, лето, осень, зима, 24 часа в сутки, как-то человек весь устроен так, что вот 8 часов ему надо спать, там еда, ну и так далее. То есть все в этом мире очень-очень системно и структурировано. Каждый элемент связан с другим элементом. Теперь сказал нам Бен Азай, ну именно как бы он объясняет, как это работает. Он сказал, что оплата за заповедь – заповедь. Значит, вот если практически каждое заповедь привязана до этого благословения. Вот Денис Гуревич знает, что когда перед заповедью говорится благословение. Барухата, благословен ты, Ашем Элокейну, Мелех Аулам, то есть Бог Всесильный, наш Царь Мира, Ашер Тидушану, который осветил нас, Бмитсватав, Ветсивану, и дальше идет название заповеди. Значит, что значит, который осветил нас своими заповедями и приказал? Выполнение каждой заповеди, то есть когда ты выполняешь заповедь, оно освещает человека, то есть оно его переводит на другой уровень. На него, то есть он включает какое-то количество света, которое с помощью этой заповеди входит в него. Теперь получается так, внутри есть Божественный Свет, Божественная Душа, снаружи есть Божественный Свет, то есть Бог. Теперь от количества Божественного внутри тебя зависит твоя сила, твое творчество, твое влияние на мир, твой запас как бы жизненной силы. Если мы переходим в категории компьютерных игр, кто играл, тот знает. То есть жизненная сила у каждого своя, духовная сила у каждого своя. Теперь, когда ты выполняешь заповедь, говоришь Ашерти, так настраиваешься и говоришь, который осветил нас своими заповедями и повелел. Или если нет благословения, иногда перед заповедью нет благословения. Тогда люди знающие, люди действия, они говорили так. Так, вот я подготовлен, подготовлен такой, собран, выполнит заповедь, то есть они настраивались, входили в здесь и сейчас. И выполняя эту заповедь, они получали новый статус, новый статус в святости внутри. Теперь, когда у тебя новый статус святости внутри, то в этот момент на тебя идет совершенно другая святость неба. То есть ты становишься приемником, сосудом для того, чтобы получить свет большего уровня и большего количества. Очень хорошо это понять через молитву. То есть молиться это тоже заповедь. То есть Бог сказал, что если тебе что-то нужно, то ты должен молиться мне, хозяину мира, о том, что тебе нужно. То есть и часто даже Бог создает человеку в жизни ситуации, неприятностей и проблемой для того, чтобы человек обратился к Богу. Потому что без этого человек к Богу не обращается. Пока все хорошо, кто молодец, я молодец. Кто это сделал, я это сделал. Все. Как только плохо, первым делом виноваты все. Но когда все себя с вину сняли, говорят, мы в твоей вине не виноваты. Все, что у тебя в жизни есть, ты сам сделал. Так обычно люди тебе скажут. Вот, кого бы ты ни обвинял в своих сложностях, они скажут, ты сам виноват. В этот момент человек, он может задуматься и сказать, а может действительно я что-то делаю не так. И в этот момент у него включается элемент шува, раскаяния. И он обращается к Богу и говорит, помоги, спаси, дай мне силу, вытащи меня и так далее. Теперь возникает вопрос, а почему Бог его вытаскивает? В чем здесь, как это работает? Если Бог его сам привел в эту ситуацию, в которой ему было плохо, то это не просто так. То есть, это следствие его предыдущих действий и выборов. Бог ему дал справедливую ситуацию, которая является следствием его предыдущей жизни всей. То есть, Бог все учитывает и дал ему некую ситуацию. Потом человек в этой ситуации попросил, сказал, дай мне, помоги мне, дай мне. И Бог ему вдруг дает, как это работает? То есть, что Бог меняет вот так вот из-за того, что я его попросил, он что-то меняет? Так вот, здесь вот как раз из того, как работает молитва, понятно, что имел в виду Бен Азай, когда говорил, что награда за оплата за заповедь, заповедь. Значит, смотрите, что получается. Тот человек, который становится молиться, это человек в одном состоянии. То есть, у него есть там духовной силы 100 баллов, преступление, которое он в жизни совершил, 100 баллов. Допустим, у него счет равный. Теперь, он во время молитвы, он включается на 100% в контакт с Богом. То есть, он выполняет заповедь молиться Богу. И в этот момент само выполнение заповеди меняет его статус. Он открывается, уже у него не 100 баллов в духовности внутри, из-за того, что он начал молиться, а 110. Он плачет во время молитвы, 120. Он вспомнил, что перед молитвой, как сказала Ризель, надо сказать, «Ва автолереха камоха, я принимаю на себя заповедь, возлюби ближнего, как себя». У него 200 баллов. Он вспомнил, что написано в Талмуде, в трактате Дитин, что когда ты молишься и хочешь, чтобы Бог тебе в этом помог, помолись вначале за другого, которому нужно то же самое, у него уже 300 баллов в духовности. И в этот момент с неба его замечают. А, типа, смотри, какой цадик стоит молиться. Ничего себе. 300 баллов в духовности. На тебе еще 300 баллов. 600 баллов в духовности. И все. Понятно, да, идея, как работает? То есть, награда за заповедь, заповедь. Каждая заповедь поднимает человека на следующий уровень духовности. Когда он поднялся на следующий уровень духовности, то ему идет совершенно другой поток духовности с неба. То есть, ему открывается возможность еще и еще делать. То есть, предыдущее то, что он сказал, что заповедь вызывает следующую заповедь. Это эффект автоматизма, эффект того, что человеческая природа автоматична. Но награда за заповедь, заповедь, это то, что заповедь выносит тебя на другой уровень духовности. И открывает тебе доступ к другому уровню духовности. Ну, к следующему уровню духовности. Понятно, да, идея? Теперь, а как оплата за преступление, преступление? Здесь очень просто. Здесь очень просто. Например, есть история, известная в Танахе про царя Ахава. Был царь Ахав, еврейский царь Ахав, значит, и у него был дворец. И вот возле этого дворца был виноградник его дальнего родственника Навота. И вот он, значит, увидел этот виноградник. И есть запрет в Торе, в десяти заповедях есть запрет. Запрет называется так. Не возжелай жену ближнего, не возжелай дом ближнего. В общем, не возжелай все, что есть у ближнего. Запрещено хотеть то, что есть у другого. И предпринимать действия, чтобы этого получить, даже купить. Не надо. То есть зависть это то, что запрограммировано в человеке. То есть зависть, сказал нам в Куэллете царь Соломон, что все даже самые хорошие дела в мире сделаны из зависти. То есть зависть, она запрограммирована. Это то, что с детства развивает человека. Человек смотрит, что есть у другого ребенка. Хочет стать так же, делать так же, учиться так же. То есть зависть, в принципе, она двигает мир вперед. Но когда ты уже двинулся в мире до того, что ты уже изучаешь Тору. И ты знаешь, что не возжелай то, что есть у ближнего. Так ты должен тогда, чтобы перейти на следующий уровень, убрать эту зависть у себя. Но царь Ахавид на это не знал или забыл. И он увидел, что виноградник этот и захотел его купить. Говорит, продай мне этот виноградник. А этот родственник его говорит, нет, говорит, не продам. Это наш наследственный удел, мне он самому нужен. И написано, царь Ахав лег на кровать, отвернулся и загрустил. Загрустил он вообще, прям, может, он даже и заплакал. Эх, хочу виноградник и нету. И все, что у меня есть, мне не в радость, дворец мне не в радость. Вот хочу я вот этот виноградник и загрустил он. А у него была жена. Звали ее эту жену Изабель, Изевель. То есть Изабелла, это потом пошло в производное. Ну все это, Изабель ее звали, да, такое имя. Теперь, значит, вот эта Изабель, она ему говорит, что ты расстроился? Он говорит, потому что хочу виноградник вот этот купить, а он мне не продает. Она говорит, так ты что, не знаешь, что ли, как надо в таких случаях поступать? Сейчас я тебе все организую. И она нанимает двух лжесвидетелей, которые обвинили этого Навота в том, что он в богохульстве, в том, что он против царя выступал, и его казнили. А так как тот, кто восстает против царя, то его имущество конфисковывается, то виноградник перешел к царю. Что мы отсюда видим? Что одно преступление, оплата за преступление, преступление. То есть он, первое его было преступление, что он захотел чужое, и забыл, что нельзя возжелать чужое. Второе было его преступление, что он расстроился. Это уже было следствием первого преступления. Я недавно изучал, что написано, что хотя грусть не запрещена Торой, но она является корнем и основой для всех остальных преступлений, для всего запрещенного. То есть вот этот отцвуд, грусть такая, все, она запрещена. Теперь, значит, получается, что он захотел чужое, потом сильно расстроился, и тут появляется, как бы, оплата за преступление, преступление. Появляется это его Изабель, жена, которая дальше, понятно, с его же согласия, делает целую цепочку преступлений, которые в итоге уничтожают Ахава, которого съели собаки потом вообще, и смерть его была страшная. То есть, давайте сделаем, подведем итог. Значит, сказал нам Бен Азай очень основополагающую вещь. Первое, что он сказал, что беди за заповедью, заповедь от тебя убегает. То есть на пути духовного развития ты должен прилагать усилия, и ты должен стараться догонять заповеди. И убегают преступления. Преступления за тобой гонятся везде, они вокруг, весь мир вокруг. Вот эти соблазны, он прямо тебя конкретно толкает в пропасть, чтобы ты катился по наклонной дорожечке. Дальше. Заповедь вызывает заповедь. С каждой заповедью тебе легче, ты выходишь на автоматизм, легче выполнять заповеди. И преступление точно так же тебя выводит на автоматизм, и тебе легче делать преступление. С третьего раза тебе кажется, что это уже не преступление. Так написано просто. Первый раз ты еще сомневаешься, второй раз ты делаешь, третий раз тебе уже кажется, что это не преступление. Награда за заповедь-заповедь, оплата за заповедь-заповедь. Каждая заповедь тебя включает на новый уровень духовности. Ты никогда не знаешь, каким ты будешь в момент, когда ты сделаешь эту заповедь. То есть ты совершенно становишься другим человеком. И точно так же преступление, оно имеет свою плату, и человек становится грубее. То есть он себя выводит сразу из духовности, из удачи, из успеха и так далее. То есть все. Значит, вывод. Какой делаем вывод? То есть нужно конкретно работать. Человек ле амаль и лад. Написано, человек создан для труда. Или ты трудишься на Бога и на свой духовный уровень, и ты выполняешь заповеди. Или ты трудишься на непонятно на что, которая все уходит потом в унитаз и съедает это черви. Все, друзья. Удачи, успехов. Желаю всем выполнять заповеди. Много заповедей. Первая заповедь поделиться уроком с теми, кого он может пробудить в служении Бога. Воикра — это наша миссия. И возвал. То есть Бог когда-то возвал к народу Израиля через Моисея, через Тору. И теперь мы взываем ко всем евреям, ко всем людям, ко всем в мире, у кого есть духовность и кому это важно, чтобы больше это пробуждать, распространять вот этот духовный свет, который идет через заповеди и Тору. Все. Всем удачи, успехов. Поделитесь уроком. Все. Бежим к цели. Я одну вещь хочу еще сказать, что любить надо процесс, а не цель, я так считаю. И любить нужно вот именно сам процесс выполнения заповеди. Хотя награда, конечно, невероятная. Все. Но мы же сегодня не будем говорить за награду, за заповеди, но в следующих международах поговорим. Все. Удачи, успехов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok